Добрый день, я Александр Ронкин. Европейские страны задерживают поставки селья в Израиль, из-за этого вся оборонная промышленность нашей страны оказалась под ударом. К примеру, замедлилось производство танков Меркава и бронетранспортеров Намер. Франция вот уже несколько месяцев задерживает отправку селья для флагманского проекта «Сахала», бюджет которого составляет миллиарды долларов. Работа над проектом, конечно, продолжается, но темпы снижены, а его завершение отложено. В оборонной промышленности у Израиля около двухсот поставщиков, часть из которых зависит также от своих иностранных производителей. Израильские источники сообщают, что многие европейские страны отказываются поставлять Израилю боеприпасы и сырье для их изготовления. В их числе Италия, Канада, Бельгия, Испания. В силовых структурах Израиля озабочены проспективой возникновения дефицита простых боеприпасов, то есть тех самых снарядов и бомб, от наличия которых в огромной степени зависит та ежедневная война, которую Израиль ведет с террористами. Кроме того, существует опасность возникновения эффекта домино, при котором к бойкоту Израиля присоединятся новые страны. Хотя британцы в последнюю минуту отложили ведение бойкота на поставку Израилю такого оружия, но понятно, что с приходом к власти нового премьер-министра Кира Страмера королевство изменило отношение к еврейскому государству. Очевидно, что при том давлении, которое оказывает на британское правительство различные антиизраильские силы, рано или поздно англичане такой запрет введут. А пока Соединенное Королевство использует более мягкую, по их мнению, меру. Они готовы лишь приостановить действия уже выданных лицензий на те виды продукции, которые могут быть связаны с конкретными преступлениями израильтян в секторе Газа. Так чего же хотят добиться все эти европейские защитники прав и свобод угнетённых? Давайте с вами предположим, что европейцы действуют искренне. Что они не руководствуются своим извечным глубинным и физиологическим антисемитизмом. Что дело вовсе не в том, что Европа с самого появления государства Израиль на карте мира хотела, чтобы он с этой самой карты исчез. А добиваются, якобы, исключительно того, чтобы все люди на земле были счастливы и чтобы прекратились убийства и страдания мирного населения. И ничего больше. Что ж, отлично. Это полагает цель. Остаётся только... Остаётся только спросить этих европейских гуманистов. О жизни и страдания граждан Израиля для них так же важны, как жизни и страдания жителей Газы и Ливана. И если да, то почему же они лишают Израиль право эти самые жизни защищать? Вероятно, они полагают, что, лишив израильтян оружия, они также лишат нас воли и желания сражаться с нашими врагами? Но даже самые куцые антисемитские мозги должны понимать, что у евреев просто нет другого выбора. Как было сказано в одном декламном ролике, другой альтернативы у нас нет. Мы должны и будем сражаться. Понятно, что если события с поставками оружия и оборонной продукции продолжат развиваться в такой плоскости, то Израиль будет вынужден не только искать замену европейским поставщикам, что, кстати, уже происходит, но и предпримет другие шаги. Например, приостановить поставки израильского оружия в эти самые европейские страны, а также комплектующих и технологий для многих видов европейских вооружений. Израиль также наложит запрет на продажу этими самыми европейскими странами своего оружия в третьи страны, такого оружия, в котором используются израильские технологии и комплектующие, а такого оружия немало, и форсирует и увеличит производство собственного оружия на своих оборонных предприятиях. И это, кстати, уже делается. Но самое, самое главное – это другое. Как, по мнению гуманных европейцев, поведет себя Израиль в такой ситуации, когда вооруженные схватки с врагом, в семертельной схватке, вдруг окажется, что у нас кончились обычные боеприпасы? Возможно, европейцы решили, что в такой ситуации мы скажем «Стоп! У нас кончилось оружие! Мы поднимаем руки, мы сдаёмся! И мы спокойно отправимся в новые газовые камеры и климатоды!» Но мне почему-то кажется, что мы скажем нашим врагам другое. Врагам, а заодно и всем европейским либералам, которые и так заботятся о страданиях арабских террористов, мы скажем им «Извините, ребята, у нас закончилось то самое простое оружие, которое вы предостали нам поставлять из гуманистических соображений, но нам нужно выжить в этой войне. Поэтому мы начинаем применять то оружие, то самое непростое оружие, которое в настоящий момент есть в нашем распоряжении. И возможно, хотя нам этого не хотелось бы, но возможно, последствия от применения такого непростого оружия для наших врагов и для мирных граждан на той стороне в таком случае будет многократно тяжелее. И жертв будет многократно больше. И страданий невинных людей, если там есть такие, будет неисчислимо больше. И тогда война может покинять тотальный, глобальный и непредсказуемый характер. И возможно, она захлестнет и похоронит под собой тех самых европейских дебилок-гуманистов, которые так переживают, как бы чего не вышло. Уважаемые европейцы, вспомните старую истину. Благими намерениями выложена дорога в ад. Не стоит укладывать в эту дорогу новые кирпичи. На этом сегодня все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и помогать нам материально. Субтитры создавал DimaTorzok